Здравствуйте, с вами программа Наши Тесты. Я лечу в карбоновой капсуле со скоростью далеко за сотни километров в час по вот слийной трассе. Это дешено! В городе Сочи темные ночи, тут льет тропический ливень и ездит новая Hyundai Stare за рулем одной из этих машин я. И начать бы следовало издалека, завести разговор об истории, сказать, что, мол, первый Venn Hyundai начали выпускать аж 45 лет назад. Но, честно говоря, сразу хочется говорить о первых впечатлениях. Здесь огромная площадь истекления, здесь отличный обзор и за рулем Stare сидеть приятно буквально с первой же секунды. В эту машину сразу влюбляешься. Вот с этого и хочется начать. Даже в эту ужасную погоду Stare смотрится эффектно и во многом благодаря необычной светотехнике. Вообще, кстати говоря, именно светотехника это та территория свободы, где сегодня могут порезвиться автомобильные дизайнеры. Вот как вы думаете, как будут люди описывать друг другу новый микроавтобус Hyundai, пока тот не примелькается? Наверное, примерно таким образом. Ну, та машина, у которой светящаяся полоса через весь передок. Действительно, так и есть. К сожалению, вот эти полосы, они очень круто выглядят, но совершенно не светят. Поэтому настоящая светотехника находится ниже. Вот, собственно, и есть передние фары. Честно говоря, у меня такое их расположение будет некоторое сомнение, не будут ли они пачкаться слишком быстро. И еще один нюанс. Попробуйте определить, где находятся передние поворотники. Скорее всего, у вас это не получится. Они, тем не менее, на виду. Цифровая приборная панель постепенно становится неким стандартом автомобильной индустрии. И здесь она, кстати говоря, хороша. Правда, по форме немножечко напоминает экраны мультимедийных систем BMW. Но если отвлечься от подобных аналогий, то надо сказать, что графика хорошая. Видно изображение прекрасно при любом освещении. И есть достаточно удобные и уже традиционные для корейской марки решения. В частности, если я включаю поворотник, то на месте спидометра временно возникает изображение с одной из боковых камер. Это по-настоящему удобно. Что касается центральной части передней панели, здесь тоже все хорошо. Вытянутый экран мультимедийной системы с очень хорошей графикой, между прочим. И управление климат-контролем и прочими системами. Все сделано удобно, все сделано понятно, тянуться не приходится, все кнопки под рукой. А вот здесь у меня небольшой подлокотничек и рядом с ним здоровенный бокс, на месте которого при желании, наверное, можно было бы уместить еще одно кресло. Но в такой машине, в которой наверняка будут отправляться в достаточно дальние поездки, здоровенный бокс между двумя передними сидениями более чем уместное решение. Все-таки Сочи и его окрестности это удивительное место. Тут расстояние от зимы до лета микроскопическое. В паре десятков километров в том направлении располагается новогодняя сказка с сугробами по пояс. А здесь даже в кофте немного жарко, но давайте все-таки о машине. Про дизайн больше не скажу ни слова, сами все видите. Давайте лучше о конструкции. В основе здесь новая, как заявляют, платформа N3 MPV. Хотя, честно говоря, вот эта новизна платформы часто на проверку оказывается абстракцией. Ну хотя бы в том смысле, что у Стария приходится близкой родней, скажем, Kia Carnival. Близкой родней, но не братом-близнецом. Тут все-таки несколько другая модифицированная платформа. К сожалению, представители компании не пояснили, в чем именно состоят различия. Но в любом случае, Стария это машина, у которой есть еще и грузовая версия. Которая, замечу, доступна с механической коробкой передач. Ну а сверх того, это по-настоящему большой автомобиль. По всем трем измерениям. В длину 5,25 метров. В высоту и в ширину 2 метра. Без считанных миллиметров. Кстати, дорожный просвет 19 сантиметров практически. Как у кроссовера. Правда, в данном случае толку от этого немного. Потому что колесная база тоже огромная. Почти 3 метра 30 сантиметров. Порядочные свесы и впереди и сзади. Это ни в коем случае не внедорожник. Хотя, между прочим, машина доступна как в переднеприводной версии, так и в полноприводной. А теперь предлагаю заглянуть в багажник. Там тоже любопытно. Отменно выглядят задние светотехника. Фонари стоят словно из множества светящихся кубиков. Кстати, в работающем состоянии тоже симпатично. На ходу, кстати говоря, это бегущие поворотники. Но, в любом случае, нас с вами интересует грузовой отсек. Пятая дверь, разумеется, оборудована электроприводом. Что касается возможностей модификации салона, их, конечно же, множество. Но нам с вами важны две цифры. Во-первых, 831. Столько литров полезного объема есть в нашем распоряжении, когда мы на 100% используем возможности пассажирской части салона. Если третий ряд полностью отодвинут назад, 831 литр. Но мы можем одним легким движением руки сдвинуть третий ряд вперед. И в этом случае у нас уже 1303 литра полезного пространства. Вот это самая простая модификация салона. Правда, придется еще и вытащить из крепления ремней. Я это сделал заранее. Но не единственное. Потому что при желании мы можем сложить спинки и третьего, и второго ряда. И тогда общий объем кузова составит совершенно грузовые 4 кубометра. Но это скорее запас на всякий случай. В конце концов, в первую очередь, это пассажирская машина. Как ты не крути. В любом случае, места для поклажей здесь достаточно. Сдвижные двери с обеих сторон. Причем, кстати говоря, у грузовой версии двери тоже сдвижные и тоже с обеих сторон. Закрываются они с помощью клавиши на стойке. Что касается запаса пространства, то при моем росте 177 сантиметров, жаловаться вообще не на что. Место здесь как в большом и достаточно дорогом седане, пожалуй. Что над головой просто простор царский. Есть, разумеется, разъемы USB для зарядки гаджетов. Есть, конечно же, подстаканники. Что касается интересных решений, я бы выделил два. Во-первых, вот здесь у нас глазок камеры, с помощью которой сидящий за рулем человек может следить за происходящим в салоне. Это бывает совсем не лишним, если в машине ездит большая семья, в которой много детей. Изображение с этого объектива выводится на экран мультимедийной системы. Сверх того, здесь, в пассажирской части салона, собственная зона климатической установки. Это очень хорошо, но странно вот что. Почему управление ею вывели именно сюда? Мне, скажем, удобно до нее тянуться. Но что, если бы я сидел с противоположной стороны дивана? Еще одна интересная возможность, это регулировка угла наклона спинки. Многие сейчас скажут, такие возможности нынче есть даже в кроссоверах. В огромном количестве машин на заднем ряде сидений можно менять угол наклона спинки. Да, вот только нередко диапазон этой регулировки где-то миллиметров 15. А вот здесь можно действительно откинуться в такую полулежачую позу, и будет по-настоящему удобно. Это, поверьте, две большие разницы. Возвращаем спинку на место, и давайте попробуем забраться на третий ряд сидений. Честно признаюсь, еще ни разу не пробовал туда залезть. Посмотрим, как это делается. Здесь красный ремешок специальный для того, чтобы складывать сиденья. Так, возвращаем сиденье в исходное положение. Что можно сказать? Разумеется, места здесь меньше, чем на сиденьях второго ряда. Тут спору нет. С другой стороны, коленями в спинку я не упираюсь, над головой по-прежнему просторно. Есть собственный разъем USB, есть подстаканники и полочки. Так что даже порядочные продолжительности путешествия можно выдержать без проблем. Что касается выбора моторов, здесь все достаточно предсказуемо. У продвинутой, представительской, возможно даже премиальной версии стария, под капотом мощный 3,5 литровый бензиновый мотор. С ним машина действительно быстрая, получается, разгоняется до сотни меньше, чем за 10 секунд. Но, разумеется, и топливо он потребляет прилично. Под капотом нашего экземпляра, на мой взгляд, куда более логичный мотор. Это дизель объемом 2,2 литра. Капот держится на такой вот подпорке. Итого, турбодизель 2,2 литра. Если вам показалось, что вы узнали этот мотор, то с одной стороны, наверное, правильно показалось, а с другой не слишком. Дело в том, что да, это чугунный двигатель, который можно было увидеть на предыдущей версии, ну, например, Sorento. В современных корейских автомобилях есть мотор такого же объема, но это уже другой алюминиевый агрегат. В нашем случае двигатель дефорсирован до 177 лошадиных сил, хотя правильнее сказать, что он перенастроен. Вот подобные модификации часто встречаются в мире мотоциклов, когда на базе спортивных моделей делают городские байки. Вроде бы тот же самый двигатель того же объема, но максимальная мощность меньше, зато тяги на малых и средних оборотах больше. Здесь нечто подобное. 177 лошадиных сил, но при этом максимальный крутящий момент 430 ньютон-метров достигается уже на полутора тысячах оборотов в минуту. В изначальной версии мотора те самые 430 ньютонов, они появлялись на 1800 оборотах. И, казалось бы, разница 300 оборотов в минуту. Не так уж много, но в случае таких машин она действительно имеет значение. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач у нас. И, кстати, да, машина может быть как переднеприводной, так и полноприводной. Хотелось отметить, что полноприводная версия, она чуть-чуть прожорливее, чуть-чуть медлительнее, но зато чуть-чуть более проходимая. Закрываем наш маленький капотик и, наконец-то, снова садимся за руль. Напомню, что это Сочи. Если в следующем кадре будет снова идти снег, не удивляйтесь, здесь это нормально. Машину не назвать слишком уж тихой. Дизельный двигатель слышно даже, когда автомобиль стоит на месте. А уж при разгоне его рокот прямо-таки заполняет салон. В принципе, слышно, что происходит вокруг автомобиля. Слышаны покрышки, но в то же время на постоянной скорости, на хорошей дороге, в машине довольно тихо и очень комфортно. Потому что подвеска мягкая и минивэн буквально плывет над дорогой, правда, если эта дорога хорошая. Что касается управляемости, то, естественно, не для каких-то агрессивных маневров создавался этот автомобиль. Наоборот, им управлять приятно. Ты ни на секунду не забываешь, что сидишь за рулем большого, достаточно тяжелого, вместительного, крупного автомобиля. И в этом есть свое отдельное удовольствие. Между прочим, машина оборудована системой полного привода. И больше того, вам скажу, у меня, как у водителя, даже есть некоторые инструментарии для езды по бездорожью. В частности, я могу заблокировать межосевую муфту. В этом случае крутящий момент будет делиться между осями поровну. Но, естественно, такая блокировка работает не на любых скоростях. И когда стрелка спидометра начнет указывать на отметку 60, 60 километров в час в смысле, машина вновь станет переднеприводной. Ну и о динамике. Наш автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 13,5 секунд. Что, слишком долго, да? Знаете что, приезжайте сюда, в Сочи, и прокатитесь на Бобби. Не вам, блядь, не вам страшно! Вот это действительно быстро! А тут надо ездить несколько иначе, я бы сказал. И 13,5 секунд для такой машины это в целом нормально. Тем более, что она весит в 15 раз больше того самого Бобба 2,5 тонны. Хотя тут есть тонкости. Дело в том, что 2,5 тонны весит полноприводная версия, как у нас. А машина с передним приводом легче примерно на 70 килограммов. И на секунду, кстати говоря, быстрее в разгоне до 100 километров в час. Кстати, максимальная скорость там тоже больше. 185 против 180, как в нашем автомобиле. В таких машинах всегда полно ящичков и полочек. Но старее действительно поражает. В дверях полки аж в три этажа. Полочки над головой, причем с резинками, которые фиксируют поклажу. Здесь здоровенный бокс. В нем два подстаканника, но это не все. Еще один подстаканник вот здесь. А над ним полка с беспроводной зарядкой для телефона. Еще одна полка в центре передней панели, как во многих автомобилях, да. Но старее это особенная машина. Тут есть еще одна полка, понимаете. И еще один подстаканник, запасной, так сказать. Мне кажется, одна из главных проблем владельца такого автомобиля, это найти, куда он положил какую-то мелкую вещь. При первом знакомстве Hyundai Staria производит очень приятное впечатление. Да, это просторный, да, комфортный, да, приятный с водительской точки зрения. И даже достаточно динамичный автомобиль с неплохой управляемостью. Что касается дизайна, то время покажет, насколько современно будет выглядеть машина через год, через два, через три или через четыре. Я думаю, что этой модели уготована очень долгая биография. Ну а как все получится, на самом деле, конечно же, покажет время. А у меня на сегодня все. С вами была программа Наши тесты. Увидимся.